Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим об основных этапах домашнего виноделия. И до сегодняшнего дня я на своем канале затрагивала только тему виноградных вин. Сегодня мы поговорим в том числе и о плотово-ягодных винах, то есть рассмотрим все в комплексе. И для самых нетерпеливых я сразу скажу, что виноделие это творческий процесс, который практически на каждом этапе может иметь различные ответвления. Как сказал один из моих подписчиков, виноделие это дифференциальное уравнение со множеством неизвестных. Так вот, примите это как данность виноделия и четких таких вот рецептов. Если они и есть, четкая технология, то это только с конкретным типом сырья, где надо будет соблюсти все-все-все этапы и прийти к какому-то результату. Если мы говорим о домашней виноделии, то все-таки это такой очень творческий процесс. И сегодня мы будем говорить тоже об общих понятиях, потому что детально разложить каждый этап, ну это займет на самом деле несколько часов. И люди о виноделии пишут целые книги, не просто там любители, да, профессионалы пишут целые книги. Поэтому примите это как данность. То есть сегодня мы говорим об общих этапах. Итак, начинаем. Первое. Для того, чтобы нам получить хорошее вино, нам нужно в первую очередь хорошее сырье. Неважно, это ягоды, либо виноград, все что угодно. Недозрелые ягоды, недозрелое яблоко. Хорошего из этого не получится. Подгнившее тоже хорошего не получится. Максимально спелое должно быть, что яблоко, что виноградная ягода, что какая-то другая. Максимально спелое, чистенькое и сухое. Если у нас что-то изначально не очень, то есть я просто знаю, что некоторые, ну вот там, да, что, чтобы не сгнило, вот плохая ягода, мы сделаем из него вино. Нет, хорошее вино из этого не получится. Качественное сырье – залог хорошего вина. Следующий этап – мыть или не мыть. Значит, виноград не моют за исключением. Ну, к примеру, там очень было пыльно, там какой-то песок, какая-то вот такая вот грязь. Тогда да, есть смысл помыть. Мягкие ягоды, типа там малины, еще чего-то тоже не моют. Яблоки, груши, все, что поднимают с земли, моют обязательно. Следующий момент – дробление. То есть нам вообще из ягоды надо, ну, либо там из плода, в общем, да, мы будем говорить, из ягод надо получить сок. Значит, нам вот этот плод, ягоду нужно раздробить. Конечно, для этого существуют специальные дробилки, но не у всех у нас есть возможность. Во-первых, это достаточно дорогое оборудование, это завести дома, да, ну, и к тому же партии, которые мы делаем, тоже могут быть небольшие. Значит, что касается ягод, то мы их чем-то мнем. На самом деле будем как-нибудь разговаривать отдельно про этот этап, потому что он важен. И от того, как мы раздробим, будет зависеть и качество материала в дальнейшем. Желательно дробить максимально щадящие, то есть какие-то мялкие руки, ноги, кстати, тоже. Это касается винограда, других ягод, что касается семечковых, груши, яблоки. Есть вариант сразу отжать на соковыжималки, ну, вариант, как бы, не самый лучший, хотя в быту может использоваться. Второй вариант – это измельчаем, например, на крупной терке, на какой-то мясорубке, наставим, потом отжимаем, ну, там нужен пресс. Просто имейте это в виду, что если у вас пресса нет, значит, ну, тогда все-таки удобнее будет, хотя не совсем технологически правильно, отжать на соковыжималки. И смотрите, дальнейшие этапы у нас будут отличаться как для плодово-ягодных вин, так и для винограда. У винограда есть две принципиально отличающиеся схемы. Белая и красная. Что такое белая схема? Мы отжимаем сок, ну, там мы отжимаем не на соковыжималках, а на прессе, отжимаем сок и ставим его бродить. Красная схема подразумевает брожение на мезге, то есть на шкурках и косточках. Касательно плодово-ягодных вин, там тоже существует выдержка на мезге. Для косточковых яблок, груш рекомендуется так называемая холодная мацерация, то есть выдержка вот дробленого материала в холодном месте. Это очень важно. Место должно быть холодное, максимально холодное, в идеале там 10 градусов и ниже. Примерно 8-10 часов. Для чего это нужно? Чтобы, во-первых, ароматические вещества больше перешли в сок и начинают работать ферменты, которые повышают сокоотдачу. Можно, конечно, ферменты и добавлять покупные, да, но рекомендуется вот это вот наставление. Касательно различных ягод. Тоже это может быть выдержка на мезге холодная, либо когда эта мезга уже забродила. Но очень важно, и, кстати, очень такая большая ошибка, но дело в том, что, да, сейчас немножко перескакиваю, вот это вот все домашнее плодово-ягодное виноделье, оно бралось по кусочкам из всего, из всего, из всего, абсолютно без понимания вообще химических и других процессов. Многие домашние вот эти плодово-ягодные вина бродят на мезге, пока эта мезга там не опадет на дно. Это неправильно. На мезге подбраживают ягоды где-то до 48 часов, не больше. Почему? Смотрите, та же смородина возьмем. В смородине очень много пектина. Знаете, что происходит с пектиной в процессе брожения? Образуется метанол. И очень странно слышать, когда кто-то там, да, где-то слышал, что, а, вина из изабеллы содержит много метанола, да? Ай-яй-яй, они там страшные, от них все слепнут. Но при этом люди делают вина из смородины, держат их максимально долго на мезге. Там вот эти вот пектины бродят, образуются метанола в разы больше, чем в изабелле. Но вот так делать не стоит. То есть мезга подбраживает непродолжительное время. До 48 часов все дальнейшее. Смысла в этом, ну, нет. Из-за тех же пектинов, поскольку метанол, хотя тут тоже не надо пугаться, ну, пьют же эти вина, да, и все живы-здоровы. То есть не такие там количества будут, но в дальнейшем будут проблемы с осветлением. Поэтому технологически правильно. Вы, конечно, всегда можете делать так, как вы хотите, если вы верите, там, дяде, который этот рецепт использовал уже, там, всю сушить. Ну, пожалуйста, ваше право. Но технологически правильно держать небольшое время. И вот те же яблоки их на мезге не бродят. То есть их подержали в холодном виде до начала брожения, отжали сок, и сок уже поставили на брожение. В яблоках, кстати, тоже пектина достаточно много. Теперь поговорим с вами о параметрах сусла, а также о воде и сахаре. Ну, сусло – это вот сок, который мы получили, либо еще сок с мезгой. Он содержит определенный уровень сахара и кислоты. Что такое сахар в вине? Это потенциальный спирт. Сколько есть сахара, либо сколько мы еще добавим и несем, столько спирта у нас будет на выходе, ну, до определенной степени. И кислота. Кислота, на самом деле, основа всего виноделия. Без кислоты вино получается не очень, оно получается так называемым плоским, безжизненным, поэтому кислота важна. И вот что важно? Сейчас поговорим в первую очередь о виноградных винах. В нормальном созревшем винограде сахара и кислоты более чем достаточно, и никаких добавлений и корректировок это не требует. Вообще в любом виноделии правильно сахар замерять. Но очень важно замерять его не тогда, когда сняли с мезги. Ну, если у нас, конечно, сусло еще не бродило, да, можно. Но если сусло начало бродить на мезге, все, уже наши показатели будут неправильны. Нам надо измерять сусло изначально. Чем можно мерить? Существует несколько приборов. Есть вот такой прибор, рефрактометр. Им измерять очень удобно. Капельку капнули, на свет посмотрели, увидели, сколько сахара у нас есть. То есть многие рефрактометры имеют сразу же еще одну шкалу, шкалу алкоголя, которая показывает не алкоголь в сусле, да, а показывает, сколько при том, что брожение полностью завершится, сколько спирта можно получить. То есть это очень удобно. Существует другой тип приборов. Называется он ориометр. Бывает самый такой бытовой простой виномер-сахаромер. Бывает более длинненький. Он измеряет более точно, измеряет плотность. И если виномер-сахаромер, в нем сразу же идет шкала на сахар, то в ориометрах есть плотность. И потом по специальным таблицам вычисляется, сколько спирта может дать этот сахар, опять же, при полном сбраживании. Очень подробно я на этом моменте останавливаться не буду. Это отдельная тема. Кратенько мы измерили сахар каким-либо прибором и от этого рассчитали, сколько спирта у нас получится. Повторюсь, есть расчетные таблицы. Ну, примерно получается так. Если у нас 20% сахара, умножаем на коэффициент 0,55 и получаем процент спирта. Почему коэффициент 0,55? Вообще в разной литературе встречается коэффициент разный. От 0,5 до даже 0,62. Вот в литературе по плодовому ягодному виноделию я встречала коэффициент 0,62. Там вообще очень сложная схема расчетов. Но в быту мы можем принять вот такую среднюю цифру, потому что там разные дрожжи сбрасывают, по-разному еще могут быть какие-то нюансы. Поэтому считаем вот так вот грубо. То есть вот этот сахар умножили на коэффициент, либо если вы используете ориометр, можно сразу по специальной табличке посмотреть, сколько спирта у нас в итоге выйдет. Для чего я вам сейчас это рассказываю? То есть если мы видим, что сахара в нашем сырье достаточно для нужного нам спирта, ну нормальное вино, да, это примерно там 11-11,5-12 грамм спирта, да, больше нам не нужно, если мы не хотим чего-то специального. То есть и добавлять ничего не нужно. Либо мы померили и понимаем, что нам надо добавить не по рецепту 250 грамм на литр, потому что 250 грамм на литр – это на самом деле 20% сахара в итоге. Причем вот это вот 250 грамм на литр – это и в рецептах плодового виноделия, и виноградного. Такое ощущение, что мы ягоды что не используем, даже в тех же яблоках там 10-12% сахара – это нормально, а мы еще 20-ку добавляем. И получаем в итоге такой уже достаточно крепкий напиток, надо ли это. При том, что опять же сырье оно может отличаться, ну для виноградного это вообще кощунство, добавлять такие количества сахара там, если и надо, то буквально капельку. И в плодовых тоже это нужно учитывать. Причем смотрите, какая тут есть особенность. Некоторая профессиональная литература говорит о том, что вот эти плодовые вина в начале в сусле, у них должно быть сахара достаточно для того, чтобы получить крепость примерно 5-6%. Все, больше крепость не нужна. Вы скажете, только я же хочу 11-12%. А дальше они добавляют спирт. То есть по окончании брожения спиртует. Такая технология, она допустима. И вот если не хватает сахара для получения вот этих 5-6% спирта, вот тогда сахар досыпают. Ну, конечно, второй вариант может быть, если вы не хотите там спиртовать, не хотите с этим связываться, то можно добавить сразу сахара, то количество, которого нам не хватает до получения нужного процента крепости. Как рассчитать для того, чтобы повысить крепость на 1 градус, нам надо 17 грамм сахара на 1 литр сусла. То есть с этим плюс-минус разобрались. Еще один момент по сахару. Сахар желательно добавлять сразу, не поэтапно. Поэтапно допускается до того момента, пока не сбродила половина сахара. Вот пока еще бурно вино бродит, сахар можно добавлять. Потом, когда брожение замедляется, это делать нежелательно. Вы можете спровоцировать остановку брожения. Ну, и опять же, вот к чему я хочу вас все-таки призвать, что сахар нужно считать. Тогда это будет правильно, и на выходе вы получите хороший качественный продукт. Ну, и, кстати, касательно, раз мы уже все-таки немножко говорим о плодово-ягодных винах, те же сидры, для них нормальная крепость 5-7%. То есть их делают слабоалкогольными. Мы сидр будем делать в этом сезоне, я буду пробовать. Там тоже очень большое разнообразие всего, поэтому буду пробовать и буду показывать вам, что делаю я. То есть, возвращаясь к нашим винам, возможно и создание слабоалкогольных вин. То есть, поэтому не всегда вот эти большие добавления сахара, они нужны. Значит, что касается кислоты, напомню, в виноградных винах, в нормальном вызревшем винограде корректировок по кислоте не требуется, по крайней мере, для уменьшения кислоты. Иногда, но, правда, это южные страны, там даже могут добавлять кислоту для того, чтобы вино, скажем так, имело свою форму. И в любом случае в виноградных винах с кислотой работают никак не разбавлению воды. Что касается плодово-ягодных вин, да, там все-таки добавление воды допускается. Конечно, это тоже не самый лучший вариант. И лучший вариант – это купаж высококислотных соков с низкокислотными. Но если все-таки разбавление некоторое нужно у высококислотных ягод, например, у той же смородины. Кстати, яблоки считаются низкокислотным сырьем. Имейте это в виду. Сколько в каком там ягоде кислоты, и все это можно спросить у гугла и примерно посмотреть. Сейчас я даже вам цифры примерно называть не буду. Ну, я считаю, что это не предмет этого разговора. Так вот, разбавляют не совсем водой, а берут, заливают вот эти наши выжимки, шкурки, еще раз их настаивают и тогда разбавляют. Ну, конечно, здесь надо будет еще и корректировка по сахару, потому что если у нас условно даже было 20% сахара, а мы долили воды, то вот эта вода, вот в нее можно добавлять 250 грамм сахара на литр. То есть это должна быть не совсем вода, а все-таки сахаросодержащая жидкость, для того, чтобы у нас нормально шел дальше процесс. Иначе мы просто, грубо говоря, там и так сахара было немного, мы его еще водой разбавили, мы получим оба что. То есть вот это имейте в виду. Примерно по количеству воды тоже данные варьируют. Ну, так нормально, если вы жидкость вот слили, допустим, вы слили 10 литров, да, и у вас остались выжимки, то так допускается добавить тот же объем воды, который вы слили, то есть 10 литров, ну, хорошо добавить 5. Это вот так вот, ну, чтобы правильно сделать. Хотя, опять же, вообще для корректного-корректного добавления надо было бы считать эти кислоты, мерить, но никто это в домашней виноделии делать не будет, поэтому если у вас что-то очень высококислотное и хочется увеличить объем полученного на выходе, то вот можете таким способом сделать, то есть еще раз настоять выжимки и добавьте водички половину от объема той жидкости, которую вы слили. Дальше у нас следует это брожение. Напомню, красные виноградные вина, они могут бродить на мезге, нам ее надо помешивать, это открытые емкости, да, мы какой-то крышечкой закрываем, но не плотно, и мезгу два раза в день обязательно окунаем в жидкость, иначе на поверхности появится плесень. Если у нас уже готовый сок, мы его заливаем в какие-то бутыли и ставим под гидрозатвор, потому что будет выделяться углекислый газ, ему надо куда-то выходить, а при этом, ну, хорошо, чтобы назад в случае какой-то остановки брожения воздух не попадал. Очень часто многие используют перчатку в качестве такого затвора, но я во многих своих видео рассказывала, что перчатка на самом деле очень неинформативна, особенно для начинающего винодела. Вот сейчас мы поговорим про особенности брожения, и вы поймете почему. Переходим в брожение. Смотрите, брожение может происходить на диких дрожжах, те, которые изначально живут на наших ягодках и плодах. Можно запускать на культурных дрожжах, там есть определенные особенности, там вносится еще дополнительно сера, может дополнительно вноситься питание для этих самых дрожжей. Я не использую культурные дрожжи, поэтому этой темы не касаюсь, но имейте в виду, что на самом деле это есть. Хотите, пожалуйста, можете использовать. В инструкции к этим дрожжам обычно вся информация есть. Если мы сбраживаем на диких дрожжах, мы можем, конечно, дождаться, пока все наши сусла забродят самостоятельно, а можем за пару дней до того, как мы собираемся ставить большую массу вина, сделать закваску в небольшой емкости. Взять те же ягодки, помять, 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 в баночке закрыть, подождать, пока они забродят, потом вот эту вот закваску внести в общее сусло. Так процесс брожения наступит быстрее и предотвратит развитие каких-то других нежелательных микроорганизмов. Ну, потому что, я же говорю, брожение может начаться на второй, на третий, иногда даже на четвертый день. Вот в сезон виноделия по виноградным винам меня, как правило, спрашивают, ай-яй-яй, я поставил, там два дня прошло, у меня брожение еще не началось. Оно на самом деле уже началось, просто идет очень медленно, и вы не видите. К тому же, начало брожения, ну, в принципе, сам процесс брожения, он подвержен определенным влияниям, тоже температура, и чем теплее, тем забродит быстрее, но, опять же, до разумных пределов, если слишком жарко, там тоже могут быть нюансы. Итак, мы используем либо культурное дрожжи, либо закваску, либо забраживать все самостоятельно, если это виноград на мезге, открытые емкости перемешиваем, не забываем, все остальное, все соки в бутыле под гидрозатвором. Температура брожения. Для виноградных вин, для белых, это 15 градусов и чуть-чуть ниже, для красных вин, это где-то 23-25, плодово-ягодные оптимально 20, сидры, это температура порядка 15 градусов ниже. Вообще считается, что чем мы хотим более ароматные вина получить, тем ниже должна быть температура брожения. Единственное, почему красные вина, там температура брожения порядка 23-25 градусов, потому что именно при этой температуре происходит наилучшая экстракция всех веществ, которые нужны красным винам в шкурке. вот эти красящие, тонинные вещества, это все оптимально вот так вот. Хотя там тоже для разных сортов могут быть нюансы, но мы принимаем в домашнем виноделии такую среднюю цифру. Теперь разговариваем о процессе брожения. Его тоже важно понимать, потому что очень много возникает вопросов. И про перчатки тоже здесь вновь коснемся. Значит, в начале, когда у нас процесс брожения начинается, оно бывает очень бурным. Иногда даже слишком бурным. Может срывать перчатки, очень обильная пена и так далее. Это, кстати, тоже не очень хорошо. Так вот, если у нас брожение очень-очень бурное, в таком случае мы снимаем с осадка наше сусло и вновь ставим под затвор. Потому что в осадке много, значит, питательных веществ, много дрожжей, всего. И поэтому брожение такое бурное. Нам это нежелательно. Ну вот, да, у нас бурная стадия, когда мы ее хорошо видим. Когда у нас остается немножко сахаров, брожение становится более медленным. И обычно у нас в это время сдувается перчатка и начинающие виноделы сразу же думают, а я-я-я, все брожение закончилось, либо его как-то надо восстанавливать, либо, ну, что-то еще с этим делать. Напомню, перчатка не информативна. Затвор, трубочка куда-то тоже не информативна, потому что сидеть и ждать, когда там какая-то булька выскочит, ну, так себе удовольствие. Самое информативное – это затворы по типу сообщающихся сосудов. фотографиях вы сейчас видите на экране. Это то, что, ну, действительно удобно, действительно понятно. Видим разницу в уровне жидкости, значит, какое-то брожение идет. Все. Все про. И если оно идет, значит, ничего делать, не нужно, ну, пытаться там как-то все оживить, реанимировать. То есть просто имейте в виду, что есть две стадии. Кроме того, у виноградных вин, кроме спиртового брожения, когда сахар превращается в спирт, есть еще брожение яблочно-молочное. Когда агрессивная яблочная кислота превращается в молочную, при этом также выделяется углекислый газ. Вот это, кстати, работа с кислотой, в том числе с кислотностью, именно с ощущением кислоты в вине. И вот это брожение, оно может быть очень медленным и очень долгим. Опять же, просто имейте это в виду, что если у вас вино бродит очень-очень долго, виноград, это нормально. Кстати, яблочно-молочное брожение, оно же может быть у яблочных вин, у сидоров. И вот здесь мнения расходятся. Кто-то говорит, что нежелательно его проводить, а кто-то считает, что наоборот, оно должно быть и продолжается оно чуть ли не до весны, до того момента, когда яблони начинают свистеть. Опять же, просто имейте это в виду, что такое может быть. Когда брожение у нас заканчивается, нам нужно снять вино с осадком. Здесь, опять же, возвращаемся к затворам и к понятию, закончилось оно или нет. Действительно ли оно закончилось. Потому что кто-то считает, перчатка опала, ай-яй-яй, все. Нет, может быть, не все. Меряем сахар. Если мы не сыпали его какие-то дурные количества, возвращаемся к тому разговору, который у нас был некоторое время назад, про сахар. Если мы не сыпали его какие-то дурные количества, то дрожжи вполне нормально все это могут вырабатывать. И если сахар остался, это говорит о том, что брожение еще не закончилось. Нет у вас возможности нормально купить затвор. Ну, так бывает, да. Вот приехали, ой, тут какие-то есть, ягоды, фрукты. Давайте я поставлю вино, но буду что-то с этим делать. Только перчатка под рукой. Ничего страшного, значит, перчатка упала. Берем новую. Сначала мы ведь в перчатках дырочки делали, да. Значит, берем новую и натягиваем плотно. Плотно-плотно. И смотрим, идет, ну, как-то перчатка выгибается или нет. Можно узкое горлышко на пальчик натягивать, там еще что-нибудь, да. Вариантов миллион. И смотрим поверхность сусла. Очень важно, если там есть пенки, такие вот, знаете, как слюнки, да, значит, брожение идет. То есть, все видно. Ориентируйтесь на эти признаки. И вот, когда у нас уже все сдохлось, затворы выровнялись, а поверхность гладкая, значит, брожение закончилось. И в тот момент мы снимаем с осадкой. И не надо вот этих вот бесконечно там каждые две недели снимать. В этом нет абсолютно никакой необходимости. Никто нигде на производстве так не делает. Единственное, вот, когда есть необходимость снимать с осадка, раньше я вам говорила, когда у нас брожение слишком бурно, и есть технология приготовления мускатных, игристых вин, вот там регулярно снимать с осадкой для того, чтобы замедлить брожение. А так, вот это вот наше снятие там каждые две недели нет в этом абсолютно никакого смысла. Брожение закончилось, да, тогда мы с осадкой снимаем. И многие говорят, ой, там все погниет, там дрожжи будут вонять, ничего они вонять не будут. Дрожжи, когда разлагаются, у них происходит автолиз, они являются питанием для других дрожжей. Ничего там страшного, критичного нет, но плодовая вина все же рекомендуется снять с осадка, как только брожение закончится, ну, максимально быстро. Особенно, если мы идем по технологии малоспиртуозных, потому что, ну, вот этот автолиз дрожжей может быть кормом для кого-то другого. И живые дрожжи, кстати, тоже накапливаются в осадке, чтобы вы имели в виду. Причем, я забыла еще один такой момент, вот по плодовым винам, когда мы сок отжали, если мы не бродили его, а он просто наставился на мезге, желательно, желательно вот этот сок еще выдержать в течение там 8-10 часов в холодном месте для отстаивания. И вот тогда его сняется с осадка. Вот. В таком случае у нас получается красивое, хорошее сусло, с которым хорошо работать. Ну, осадков потом будет выпадать меньше. И касательно процесса дробления, тоже если мы дробим щадяще, то у нас вот этих мусей и этих осадков будет меньше. Ну, сусло будет более красиво. Забыла сказать тогда, акцентирую на это внимание сейчас. Итак, возвращаемся к брожению. Брожение закончилось, мы с осадка сняли. После того, как мы сняли с осадка, важно иметь полные емкости. Уже доступа кислорода там быть не должно, свободного пространства быть не должно. Если это виноградные вина, то мы их оставляем все равно в достаточно теплом помещении, напомню, там может быть яблочное молочное брожение. Если это вина плодовая, мы их перемещаем в прохладное место. Профессиональная литература говорит, что где-то 2-3 недельки там вина на покое, но потом уже их разливают. Ну, понятно, что их еще могут определенным образом обрабатывать, если там какие-то еще мути и так далее. Что касается в быту, вы сами смотрите. Ну, в принципе, вот в этот момент у нас уже это готовое вино. Да, оно может быть молодое, еще не совсем складное, не совсем сформировавшееся, но потреблять его уже можно. А можно подождать. Значит, все плодовые, опять же, полная емкость, перемещаем в какое-то прохладное место и смотрим, что с ним происходит. Каждые 2 недели его там дергать и снимать с осадков не надо. Да, в принципе, если вы все нормально делали изначально, то и осадков там уже, как говорится, выпадать нечему. если есть необходимость, вы вино можете осветлить, если оно мутное. В принципе, оно может осветлиться самостоятельно, но для разных вин на это может уйти разное количество времени. Поэтому здесь, напомню, вино готово, можно дать ему отстояться, уже какое время, там вы решаете сами. И это будет прохладное помещение. Если мы пошли по пути, когда у нас изначально был низкий спирт, то вот в тот момент, вот когда оно готово, мы его можем спиртовать. И даже нужно его заспиртовать, чтобы оно нормально хранилось. Если мы хотим какие-то вина сладкие, то мы можем добавлять сахар. Это не касается виноградных вин, там другие технологии, но тоже, если очень хочется, ну бывает так, что вот кто-то такие сластеные, им обязательно подавай сладкие вино. Поэтому мы можем добавить сахар, вот когда у нас все одобродило, мы сняли с дрожжевого осадка, мы сахар добавляем, но очень важно, вина с сахаром не хранятся. Если только этого сахара не очень-очень много. На этот сахар всегда найдется кто-нибудь, кто может его скушать, и скушать не так, как мы хотим, и соответственно создать нам проблемы. Поэтому у нас есть два варианта. Мы сахар добавили и пастеризовали. Что такое пастеризация, отдельно есть видео. Кому будет интересно, посмотрите, я ссылку оставлю. Второй вариант вина хранятся при определенном уровне сахара и спирта. Есть такое правило Делли. Оно гласит, что один процент сахара дает одну консервирующую единицу, один процент спирта, четыре. В сумме должно получиться восемьдесят. Как правило, это шестнадцать процентов спирта, шестнадцать процентов сахара. Вот эти вот сладкие вина, они вот такие. И вот они будут храниться. Если мы вот этих восьмидесяти не добираем, значит, с хранением могут быть проблемы. Имейте это в виду. Да, кому-то может повезти, потому что условия сложатся и вы достаточно быстро это вино выпьете. Ну, два варианта. То есть, либо мы добираем сахар-спирт вот в этой пропорции, да, чтобы в сумме было восемьдесят, либо пастеризация. Тогда будет храниться. Иначе, ну, все-то есть риск потерять свои труды. Возникает сейчас у вас вопрос. А как мне правильно рассчитать, сколько чего добавлять? Я вам сейчас вот внизу экрана оставлю название книжки по плодовому виноделию. Там очень много различных таблиц, по которым очень много чего можно рассчитать. И вы рассчитываете это самостоятельно. Я вам отвечать на вопросы, а сколько мне добавить не буду. Это вы рассчитываете сами. Ну, вот вам в помощь есть очень хорошие таблички. Невероятное количество книжек в доступе в сети. Все это можно посмотреть и для себя посчитать. В общем-то, на этом плюс-минус процесс винодели у нас заканчивается. Конечно, напомню, у разных вин есть свои нюансы. виноградный вин, тоже яблочное молочное брожение длится долго. После этого мы его выдержим в достаточно холодном месте для выпадения винного камня. В других винах винный камень не выпадает, там нет винной кислоты. У виноградных есть такие нюансы, но это уже отдельные особенности, про которые мы тоже будем разговаривать и будем разговаривать отдельно. Сегодня мы с вами поговорили об общем процессе, но некоторых нюансах для тех или иных вин. Надеюсь, что видео было вам полезно, но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео, ссылка на плейлист по домашнему виноделью, там на самом деле можно найти очень много полезной информации. Думаю, что очень много ответов на ваши вопросы. Касаемо вопросов я их буду собирать максимально, но потом выпускать отдельное видео с ответами. Также оставляю ссылку на наш каталог винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!